Девчонки, всем привет! Сейчас хочу перейти к второму видео из серии инвентаризации косметики. И в этом видео мы посчитаем все мои палетки теней, румяна и хайлайтера. Сейчас все вытащу и приступим. Так, ну и вот вся моя гора румян-хайлайтеров. И что-то мне кажется, что это немного больше, чем нужно. Давайте считать и смотреть. Начнем с палеток для лица. Сейчас все отодвину и посмотрим. Так, и начать, девчонки, я хочу с палеток для лица. Бронзеры мы в них уже посмотрели. Сейчас, наверное, сразу посчитаем румяна и хайлайтеры. Значит, палетка Tom Ford оттенок Pask. Здесь два рефила хайлайтера. Такие вот оттенки. Очень носибельные, мне нравятся. Дают такое легкое свечение на коже. Достойный очень. Далее палетка от Hourglass. Здесь вот такой рефил хайлайтера. Он такой более спокойный, не такой яркий. Тем не менее, свечение дает очень приятная и такой холеной, ухоженной кожи. Так, далее палетка Nars. Он Zuby Beach, тоже какая-то летняя линитка. Здесь два оттенка хайлайтера. Они более уже насыщенные, более темные. Тем не менее, эти два оттенка мне подходят. Я их смешиваю, наношу легкой кисточкой и к моему оттенку кожи они подходят. Далее есть у меня в палетке Кевина Койна пудры, которые заданы как хайлайтеры. Но это что-то такое невнятное, что может в рефилах и на пальчиках выглядеть как хайлайтеры. Но в действительности это что-то очень слабенькое. Вполне возможно, что можно это использовать как подсвечивающую пудру. Но я эти рефилы не использую. Даже не знаю, считать их или нет. Далее в палетке Too Faced Sugar Peach есть вот такой очень красивый хайлайтер светлого оттенка. Он очень яркий. Чем-то похож на вот этот оттенок от Tom Ford, но более яркий. Намного более яркий. И также у меня есть палетка от Lime Crime Sun Kissed. И здесь, вообще говоря, два рефила хайлайтера. Ну, один из них это явно что-то творческое. Какой-то хайлайтер, который, я не знаю, в уголочек глаза нанести. Или, ну, в общем, он желтый, да, это очевидно. И вот такой достаточно красивый хайлайтер. Думала, что он будет по яркости примерно как Too Faced. Но нет. Он очень яркий на лице, но на скотче таковым не выглядит. И это еще не все. У меня есть категория. Так, давайте сначала зафиксируем палеток для лица. У меня раз, два, три, четыре, пять, шесть. И это на одну палетку всего лишь больше, чем в 22-м году. Также у меня есть категория палеток для лица и глаз. И здесь у меня четыре палетки. Давайте я сразу запишу. Четыре палетки. В начале 22-го года их было всего две. Так, значит, у меня есть палетка от Nars. Hot Nights. Здесь есть вот такой вот хайлайтер. Свотчи получаются не такими яркими. Но он достаточно впечатляюще смотрится на лице. Просто немножко сливается с моим тоном кожи. Так, дальше давайте смотреть. В этой палетке румяна. В этой палетке от Buxom. Это Tiki Bar. Есть оттенок Golden Hour. Вот такой вот. Светится очень ярко. И также ярко смотрится и на лице. Что хочу сказать по палеткам для лица и палеткам для лица и глаз. В этой категории я не вижу перспектив в змеи на 23-й год. Я добавляю в Project Pen вот эту палетку от LaVelle, которая у меня переходит еще с 22-го года. Но не думаю, что у меня хватит сил расходовать какую-то из этих палеток. В принципе, все я их люблю. Единственное, что очевидно, вот эти два продукта из Кевина, Аквайна, я бы расценивала как подсвечивающие пудры. И то сомнительного качества, потому что тут отдельные блестки крупные. И вот этот вот оттенок из Lime Crime, это, конечно, что-то похожее на тени. При том, что я и тени до такого оттенка, скорее всего, бы не расходовала. Поэтому на будущее я бы, конечно, что-то взяла из этого в Project Pen, но не в этом году. Так, с палетками закончили. И единственное, еще хочу сразу обговорить двушки для лица. У меня есть отдельная категория. Сейчас в этой категории четыре продукта. Здесь хайлайтеров нет. Вот такая вот у меня есть двушка от Наташи Деноне. Из коллекции на день святого Валентина. Love Check Do. Вот так вот выглядит продукт внутри. Очень красивый хайлайтер. Розово-золотой. Очень он мне нравится, как смотрится на лице. Потом от KVD, Crush on Blush. И здесь есть вот такой вот оттенок хайлайтера. Какой-то персиковый с розовым бликом. Он идет с более крупными блестками на прозрачной базе. Такой очень сияющий. И также есть вот такая двушка от Bobby Brown. Здесь есть вот такой хайлайтер в оттенке Pitch Glow. Персиковый золотой оттенок. Тоже прекрасно сияет. Относительно двушек у меня есть планы. Ну, сейчас я вам их озвучу, когда перейду к румянам. А пока закончим с хайлайтерами. Итого, давайте считать хайлайтеров, рефилов в различных палетках. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать штук. Девочки, это катастрофа. Так, теперь одиночные хайлайтеры. Сейчас я сотру свочи. Так выглядят мои хайлайтеры в одиночных упаковках. Хочу начать с тех, которые точно останутся в моей коллекции. Это Dior в оттенке 06. Такой хайлайтер на прозрачной базе с голубо-розовым шифтом. Очень красивый. Точно остается. Так, все хайлайтеры от Ofra. Так, Glazed Donut оттенок. У меня самые популярные оттенки их хайлайтеров. Это очень яркие хайлайтеры. Glazed Donut на светлую кожу. Есть у меня вот такой оттенок Space Baby. И это оттенок просто дюб. Хайлайтер от Dior, только более насыщенный. Но, к сожалению, я понимаю, что мне его девать некуда, потому что он не дешевый. Продать его здесь я не смогу. Он бесконечный. Поэтому, фактически, у меня два хайлайтера одинаковых. Единственное, что Space Baby больше в голубой отлив. А Dior 06 больше в такой какой-то лавандовый перелив. Но они практически идентичны. Далее есть вот такой у меня хайлайтер от Ofra в мини-версии Blissful. Мне подходит больше на загорелое время года. Очень красивый. Все оттенки Ofra потрясающе яркие. Rodeo Drive. Один из моих любимых. Такой более золотой, но не желтый. Очень красивый. Такой какой-то насыщенный с шампани, что ли. Очень приятный цвет. И у меня есть еще оттенок Pile Dog. Это такой розовый хайлайтер. Ну, он достаточно светлый. И очень похож на Glazed Donut. Вот эти хайлайтеры точно остаются в моей коллекции. Дальше точно остается вот такой хайлайтер от Lunar Beauty в оттенке Mars. Один из любимых хайлайтеров. Выдает такой явный персиковый цвет. На коже смотрится очень-очень красиво. Базы никакой не дает. Никаких таких полос не дает. Очень качественный продукт. Далее точно остается хайлайтер от Bobby Brown в коллаборации с Уллой Джонсон. Обалденный принт. Это оттенок Pink Glow. Мне очень нравятся хайлайтеры Bobby Brown. Очень качественный. Полупрозрачный. Потрясающе смотрится на лице. Не такие плотные, как Уфра и Lunar Beauty. Скорее какая-то такая текстура типа Dior. Более такие вуальные. Очень красивые. Далее точно останется Джеффри. Это оттенок Некри. Вот такой вот лавандовый цвет. Лавандовый розовый. Потрясающе красивый. Его здесь очень-очень много. Мне просто хватит на всю жизнь. Моим детям, правнукам. Вот такой вот красивый цвет. Я им пользуюсь. Он для меня носибельный. Смотрится. Все смотрится очень хорошо. Если нанести по чуть-чуть и легкой кисью. Все смотрится великолепно. Есть у меня вот такой вот хайлайтер. Это Терракота Герлен. Я его уже ругала. Приобретала его в коллекцию. Думала, что он такой будет красивый, золотой хайлайтер. В итоге он очень сухой. Он у меня практически не набирается. На кисточку. И почему-то при нанесении разделяется на желтую базу и отдельные золотые блестки. Он абсолютно никакой и просто желтый. Я не знаю, что с ним делать. Возможно, я точно добавлю его в Project Pen. Я не буду оставлять его в своей коллекции. И в следующий Новый год я с ним выходить не буду. Я добавлю его в Project Pen. И посмотрю, что с ним могу сделать. Далее у меня есть два вот таких хайлайтера от Catrice. Это их знаменитая, очень популярная линейка оттенки 0,10 и 0,20. Это очень хорошие хайлайтеры. Я хочу вам их показать в сравнении с Ofra. Они также очень блестящие и очень хорошо сидят на лице. Этот продукт я уже добавляла в Project Pen, но еще когда была в России. Очень носибельные цвета. Как видно, что они тоже яркие достаточно. Мне они очень нравятся. Скорее всего, я их буду... Не знаю, пока буду оставлять. Подумаю сейчас, что с ними делать. Хайлайтер от The Balm. И здесь, вот насколько мне не нравится сама упаковка, вот настолько мне нравится сам хайлайтер. Он очень классный. Видимо, что-то подобного я бы хотела от вот этой терракоты Guerlain. Вот, я думала, что это будет что-то такое. И очень сильно разочаровалась. Это золотой хайлайтер. Я подумаю, что с ним делать. Дело в том, что я очень большое значение придаю эстетике своей косметической коллекции. И вот этот хайлайтер, он по своей упаковке ей не отвечает. Я вот думаю... Сейчас я посмотрю. У меня есть этот бесячий, простите, желтый рефил. Но нет, они, наверное, не согносятся. Вот так. Я считаю, что вот этой вот палетке очень бы не хватало вот такого хайлайтера. Ну, нет. Рефил сюда не влезет. Не знаю я тоже, что с ним делать. Качество меня устраивает, не устраивает его внешний вид. Давайте пока оставляем. Под вопросом, да? И у меня остались три бюджетных хайлайтера от Revolution. Это оба из коллекции с котами-аристократами Madame и Duchess. Madame это вот такой вот хайлайтер, который, я думала, будет очень сильно похож на хайлайтер от Manium UA Mars. И он дает очень красивый, такой розово-золотой свотч. Но на деле он очень плотный. И я не знаю, почему он почему-то выдает мне просто золотой цвет в итоге на лице. Но само свечение красивое, просто ожидание и реальность немножко не оправдались. Свочи этих хайлайтеров намного интереснее, чем они дают эффект на коже. Но у меня к нему претензий других нет. Поэтому оставляю. И вот такой вот второй хайлайтер в оттенке Duchess. Такой интересный оттенок. Лунный что ли, такой какой-то лунный камень. Он и желтоватый, и при этом белый. И отдает, может отдавать такой серой полосой. Но если кожа бледная, то красиво смотрится на лице. Но тоже минус этих хайлайтеров в том, что они достаточно меловые. У них очень плотная формула. Она как бы... Ну, нужно потрудиться, чтобы ее, скажем так, вполировать в кожу. И последний хайлайтер. Вы у меня видели его в Project Pen. Это из коллекции Elf оттенок Joey. Очень такой морозный. Цвет светлый. Красивый хайлайтер. Но, к сожалению, у меня разбитый. Собственно, это все рефилы хайлайтеров. 16 хайлайтеров в отдельных упаковках. Это очень много. Итого у меня получился 31 хайлайтер в коллекции. И это на 4 хайлайтера больше, чем в прошлом году. Несмотря на то, что я многие хайлайтеры закончила. Что я могу сказать? Я не буду трогать хайлайтеры, повторюсь, из палеток. Вот эти хайлайтеры одни из моих любимых. И вот у меня вопросы к вот этим вот хайлайтерам. Я не могу добавить их все в Project Pen. Что я думаю, что до февраля я буду пользоваться вот этим хайлайтером. И потом я думаю, что я либо выброшу его, либо добавлю его в молочко для тела, как мне советовали в комментариях. Потому что этот хайлайтер разбитый. Я думаю, что уделить ему 2 месяца плотного использования это достаточно неплохо. Он у меня уже сколько-то там ушел. Плюс мне вернули революшн за него деньги, потому что разбитым он пришел. Фактически он, мне кажется, свое за этот месяц отработает. Дальше я уже начну загорать. Такой бледный оттенок мне не подойдет. Поэтому я так в утиль условно отправляю. Вот этот хайлайтер я добавлю в Project Pen. И буду стараться летом использовать как подсвечивающую пудру. Ну, это, конечно, очень что-то странное. Не получится. Я тогда, даже не знаю, наверное, просто его выброшу. Так, еще один Project Pen. Так. Наверное, все-таки вот этот хайлайтер добавлю в Project Pen. Не знаю, наверное, будет провал. Но добавлю на летом. Вот эти хайлайтеры меня абсолютно устраивают. И также добавить два вот этих хайлайтера. Получается, четыре хайлайтера я добавляю в Project Pen. Они достаточно сложных оттенков, но их большого объема. Я буду стараться пользоваться ими. А по мере того, как они расходуются, не расходуются, в конце года я их выброшу. Они свое отработают, чтобы у меня остались только те хайлайтеры в одиночных упаковках, которые я люблю безоговорочно. Скажем так. Далее я хочу показать вам румяна. Начнем, наверное, опять же с палеток. В этой палетке румян нет. В палетке Hourglass у меня двое румян. Вот такие вот два оттенка. Нюдовый и такой освежающий розовый. Я извиняюсь за окно. Истерика у ребеночка. Ничего не могу поделать. Так, далее оттенок Sugar Peach. Боже мой. Прям трагедия какая-то. Тоже два оттенка. И мне очень нравятся эти румяна. Это какая-то такая версия Nars Orgasm, только более носибельная для меня, потому что нет отдельных блесток. А это такой абрикосовый оттенок, наоборот, с отдельными блестками. И он такой недостаточно освежающий на лице. Он, наоборот, немножко такой осенний, я бы сказала. Так, далее вот эта вот палетка. В ней три оттенка румян. И вот этот оттенок я просто обожаю. Я вообще люблю такие оттенки. Очень рада, что приобрела эту палетку. У меня таких персиковых, абрикосовых оттенков немного. Но, по моему скромному мнению, они очень хорошо освежают и идут вне. Вот этим оттенком пользуюсь гораздо реже. Сразу видим повтор. И у меня, к сожалению, будет много таких повторов. Но хотя бы тут более розовый, такой холодный подтон. А тут более теплый и с такими золотыми блестками. Дальше у меня есть вот такой рефил в палетке Кевина Коин. И я, если честно, не знаю, как его считать. Потому что рефил-то один, а цветов тут три. То есть тут предполагается, что вы можете смешивать цвета, получать какой вам нужен. Оттенок румян. Хорошая задумка. Обычно я пользуюсь вот этим оттенком. Вот такой получается нежный розовый цвет. Давайте, наверное, вот так вот я попробую перемешать. Вот такой оттенок. Он мало пигментированный. Ну, если поднаслоить, это вот такой вот розовый оттенок. В принципе, этими румяными я довольна. И также последняя палетка для лица. Это вот такая вот Lime Crime. Здесь есть очень пигментированный оттенок такого мандаринового цвета. Это опять оттенок а-ля Нарс Оргазм. И видно, что вот эти два оттенка практически идентичны. Практически, почти полностью идентичны. Девочки, сколько румян, какой ужас. Так, палетки. Теперь палетки для лица и глаз. Здесь румяна нет. Баксом. Тики Баркс с их знаменитыми румянами Сейшел. Очень красивый цвет, потрясающий. Сатиновый, какой-то бежево-розовый, нейтральный. Короче, обалденный цвет. Очень его люблю. И вот в такой палетке White Russian два оттенка. Москву и Нью-Йорк. Москву матовые, а Нью-Йорк сатиновые. О, господи, сколько румян. Раньше я была человеком, который вообще не пользуется румянами. И осталась у нас стопочка двушек для лица. Здесь есть в Бобби Браун вот такой вот классный оттенок Питч Глоу. Это подсвечивающие такие почти золотые румяна. Очень красиво они смотрятся на лице. Это как такая более удачная версия румян из палетки Too Faced. Потом у меня есть вот такой очень красивый оттенок из палетки KVD в оттенке нового. Они такие шелковые, такие мягкие, такой красивый цвет. Это осенние румяна, они безумно красивые. И также у меня остались вот такие две двушки от Наташи. И вот про них я хочу поговорить подробнее. У меня в этой двушке есть потрясающий цвет. Тоже очень носибельный. Такие румяна я люблю. Сатиновый. Для каждого макияжа подойдет. Это у меня двушка в оттенке 15. И есть у меня вот такая вот двушечка, только что смотрели, лавчик дуо. И здесь вот такие вот румяна. Они очень яркие. И они в кремовой формуле. Вот такой вот оттеночек. Давайте считать. 17 оттенков румян в тех или иных палетках. Просто жуть. Так, уберу палетки, отодвину хайлайтеры, перейдем к однушкам румян. Так, и вот все мои одиночные румяна. И вы знаете, их не так уж и много в сравнении с тем количеством румян, которые у меня в палетках. Сразу скажу, что останется в коллекции. Это вот такие вот новенькие румяна от Physicians Formula. Очень люблю я запах Physicians Formula. Очень мне нравится, что это вот такой вот какой-то нежный цвет. Это какой-то хороший такой вариант для холодных макияжей, для нюд макияжей, для макияжей, когда не нужен акцент на щеки, на румяна. Это потрясающий выбор. Точно остается. Также точно остается румяна от MAC из летней коллекции. Это Royal Flush оттенок, запеченная формула, Mouth оттенок, подсвечивающий, все как я люблю. Вообще румяна, подсвечивающие в запеченной формуле, это самая моя любимая формула румян. Далее точно остается в коллекции вот такая вот двушка от Tom Ford румян. Это оттенок 0,5 лисом. Два здесь рефила. Более такой розовый освежающий. И такой более персиковый, нейтральный. Тоже очень люблю. Точно остается Наташа Денона мини-блум. Вот такой вот оттеночек. Это что-то типа, опять же, Нарс Оргазм, но более такое теплое, что ли. Хотя вот на своче прохладное, очевидно. Ну, на щеках более теплый цвет. Люблю его. Редко использую, но оставляю в коллекции. Пусть будет очень миленько и красиво. Далее точно остается вот эти вот румяна от The Sime. Так, это оттенок PP01. Они очень такие интересные. Вроде как вообще полупрозрачные. Белесые. Но при этом, когда наносишь их на лицо, они очень красиво подсвечивают щеки. А для каких-то таких прозрачных макияжей, прохладных, классный выбор. Я их люблю и оставляю. Оставляю вот такие румяна от Golden Rose. Серия какая-то для невест. Брид Коллекшн. Это оттенок 10. Такие рыженькие румяна. Оттенок чем-то похож на вот этот вот оттеночек из палетки Tom Ford двушки. Хорошее тут качество. Очень хорошо сидят на лице. Далее. Точно убираю в пустышке заранее. Это допивашка с прошлого Project Pen. Она явно закончится за январь. Здесь вот уже непонятно, сколько вообще осталось. Ковыряюсь ватной палочкой. Даже считать их не будем. Это пустышка. Далее у меня есть вот такой вот рефильчик от Ofra. Это румяна в оттенке Charm. Я думала, что они у меня будут идентичны вот этому оттеночку от KVD. Но на самом деле нет. KVD более такого мауфа оттенка. Это тоже такие румяна на осень. Очень красивые. Нравится мне румяна от Ofra. Остаются. Есть у меня вот такой вот стак от Tami Tanuka. Даже не знаю, свочат ли все оттенки отсюда. Наверное, разрешите я не буду. Я точно добавляю его в Project Pen. Потому что это очень неудобная версия. И вот эти вот румяна точно я буду заканчивать. Как раз тут очень интересные оттенки. По мере продвижения Project Pen я буду вам их показывать. Буду пробовать их тут совсем чуть-чуть. И уже делать выводы. А покупать уже подобные оттенки в каких-то других формах. Потому что мне не зашли пудровые румяна. Поэтому я очень долго воздерживалась от покупки рассыпушек от Givenchy. Потому что я знала, что тут больше мороки. Так, есть у меня вот такие вот. Одни из моих любимых румян. Это Colourpop коллекция с Mulan. Оттенок Matchmaker. Как вы заметили, я вообще люблю что-то очень такое нейтральное. Здесь есть блестки, но они слетают во время нанесения. Вот. Такой оттеночек. Никуда не деваются. Я очень его люблю. Не очень мне нравится, конечно, красная упаковка. Она очень такая выбивающаяся из моей коллекции. Но качество румяна мне очень нравится. Точнее, мне очень нравится эффект, который они делают на лице. Так. И у меня остались вот эти трое румян. Есть у меня вот такие вот Cheek Lover от Catrice. В оттенке 0,10. Ой. Вообще-то, конечно, бестсейлер. Просто у меня столько уже подобных оттенков. Но при этом я понимаю, что бессмысленно добавлять его в Project Pen. Я не успею закончить все эти румяна. Давайте мы его добавим. И в конце года, если что, я от них избавлюсь. Так. И еще двое румяна. Посмотрим их с вот этим оттенком из Lime Crime. А, нет. Они совершенно разные. Можно оставлять. Вот. Оттенок Lime Crime. Ну, это, конечно, просто малый мандарин. Просто мандарин-мандаринович. И вот этот вот оттенок тоже The Sime OR02. Очень такой специфический цвет. Набирается кусочками. Ну, я его, наверное, оставлю из соображений каких-то экспериментальных. Потому что вот, ну, вот иногда есть какой-то такой макияжик, на который чуть-чуть вот добавляешь его. И он смотрится уже интересно. В принципе, упаковочка маленькая. Лежит, не мешает. Пускай остается. Вроде пока выглядит еще приемлемо. Пускай. Ну, и, конечно, вот Lime Crime совсем другой оттенок. И осталась у меня последняя румяшка. Это тоже Golden Rose. New Dug серия. Это очень хорошие запеченные румяна. Но у меня отвалилась у них крышка. А я терпеть не могу. Плохие упаковки. Плохо выглядящие упаковки. Я чувствую себя некомфортно. Здесь вот такой вот интересный цвет. Вот так он выглядит. Я думаю, знаете, что я попользуюсь им вместе с вот этими румяными от Makeover в январе. А потом, наверное, выброшу. Потому что, ну, не буду я. Я просто знаю, что не буду пользоваться сломанной упаковкой. Я ими уже пробовала пользоваться за месяц. Скостила вот эту вот ямочку. Ой, вот этот бугорочек. В принципе, я ими хорошо попользовалась. Где-то месяца два я пользовалась ими плотно. Стоили эти румяна копеечки совсем на... В евро, в рубли это вообще меньше одного евро. А в рублях около 40-50 рублей. Я считаю, что, ну, как бы с такой коллекцией можно позволить себе выбрасывать сломанные продукты. Так, ну и что. Давайте, наверное, считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать румян в отдельных упаковках. Итого получается 29 румян. И вот эти румяна идут в Project Pen. Ну, вот. Вот такая вот у меня получается коллекция хайлайтеров и румян. Огромные, конечно, цифры. Даже с учетом того, что я добавила в Project Pen, это большое-большое количество. Причем очень большое количество именно в палетках. Я думаю, что в следующем году... Ну, глупо, конечно, забегать уже на планы на 24-й год, когда 23-й только начался. Но в следующем году я планирую сделать упор на палетки для лица. Ну, а пока спасибо, что девчонки были со мной. Спасибо за просмотр. Отличных всех макияжей. Идеальные вам коллекции. Косметики. Всем пока-пока.